Начало второго на часах. Это программа Особое мнение. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую человека, чьего особое мнение мы сегодня услышим. Константин Сичихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член общественной палаты Кировской области и руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог, тоже при ОПКО. Как известно, это структура. Константин, добрый день. Добрый день. Сколько у вас там в рабочей группе? Человек-то 8 набралось? Нет, почему 8? У нас новый состав рабочей группы, сейчас 15 человек. Уже 15? Ну не уже, а 15 человек. Согласно... Когда первый состав был, тоже было 15? Нет, там было поменьше. Сначала у нас совсем не было немного, потом стало больше. Под конец, да, там было порядка человек 10. На сегодняшний день, так как новый состав рабочей группы, у нас вплоть даже было полтора человека на место, можно так сказать. Конкурс? Да, практически два человека на место, и конкурс, и выбирал совет общественной палаты, состав рабочей группы. Кто эти люди? Давайте поясним, чтобы слушатели понимали. Когда начнется, собственно, контроль за ремонтом, такой непосредственный уже, активный. Практически 50% рабочей группы это новые лица, это, как говорят, граждане, те, которые неравнодушны нашей дороге на сегодняшний день, которые готовы тратить время в летний период, ну, в сезон, да, будут ездить, смотреть уличную дорожную сеть, смотреть, как будут работать подрядные организации, да, и помогать всем остальным. Но сейчас уже можно точно сказать, когда начнется ремонтный сезон? Да, и они начнут, по крайней мере, сейчас с их стороны должны быть уже начинать подготовительные работы. Надеемся, что они в ближайшее время начнут. По проверке, у нас полномочия, во-первых, есть в рамках закона об общественном контроле, а так как на сегодняшний день, по сведениям, выиграли государственные предприятия, да. Ну, давайте назовем Гордор Мострой или Атавтодор, кто проверку. Вот эту сумму, миллиард двести почти поделили между собой. Восемьсот один почти, да, лот миллионов. Да, да, да. Он Гордор Мострой достался, там, четыреста. Да, Гордор Мострой достался, там, практически, там, семьсот миллионов с плюсиком, а в Атавтодору чуть-чуть поменьше, четыреста миллионов достался лот, с падением порядка семи процентов по аукционам. Ну, вы же с коллегами призывали контрольно-надзорные органы обратить на это внимание, да, высказывали свое мнение, что, скажем, уж крупно можно было бы разделить на более мелкие части. Мы призываем. Вы настаиваете на этом? Да, мы до сих пор, мы будем настаивать до конца. Жалоба наша, которая была подана седьмого марта, до сих пор еще не рассмотрена. Она находится в ФАСе. Будет, все зависит, ну, я думаю, что в ближайшее время, там, в течение недели, еще полторы, эту жалобу нашу рассмотрят. И там уж по итогам федеральной службы антимонопольной будет, как говорится, либо вынесут отказ, либо удовлетворят. А если удовлетворят, то аукционы будут недействительны. Ваш коллега по ООН, по-моему, Роман Титов, говорил, что ваша позиция такая, позиция общественников, она затягивает всю процедуру. Ну, у каждого, как бы, своя позиция на сегодняшний день, да. Если Роман высказывал такую позицию, ну, это его мнение. И с ним надо считаться, как бы, с какой-то точки зрения. А наше мнение на сегодняшний день рабочей группы, вот оно такое, оно уже длится, начиная с шестнадцатого года, и мы свое мнение не поменяем. Потому что укропнение лотов уменьшает конкурентную среду. И как мы про это еще и говорили, мы про это и будем говорить, пока будет существовать рабочая группа. А вот как услышат нас уже муниципальные органы, контролирующие органы, ну, на это покажет время. Ну, а у нас реально-то есть еще организации, способные заниматься дорожным ремонтом, кроме упомянутой? Нет, реально, конечно, если брать такие большие суммы, и мы это убедились, когда мы проводили недавно рабочую группу, реально таких подрядчиков их по пальцам пересчитать на одной руке в Кировской области, да. Но если брать суммы меньше, о чем мы говорили, по сути, да, мы просили дробить контракты, там, не по полмиллиарда рублей, грубо, да, а по двести миллионов, не говорим, мы же не просили, там, дробить контракты, что там по десять миллионов их, там, сто штук наделали, да. Мы говорили, что реально раздробить контракты по двести миллионов, тогда и рынок для подрядных организаций открывался бы больше. И это присутствующая подрядная организация, называть не буду, которая была на рабочей группе, да, они тоже высказали такую позицию, да, которые, например, не могут зайти на большую сумму, а вот на двести миллионов они могли бы, например, зайти. И я считаю, рынок бы открылся больше, и больше бы подрядных организаций мы увидели. Мы с вами также... То есть на дороге? Да, но мы с вами же этот пример увидели при содержании уличной дорожной сети, когда у нас годами был один и тот же подрядчик, который забирал, там, 300 миллионов рублей, более 300 миллионов рублей в рамках содержания на год, да, это всю жизнь было ГДМС, да. И когда, наконец-то, к нам прислушались и лоты раздробили, то мы с вами сразу увидели порядка восьми организаций, которые занимаются содержанием уличной дорожной сети в городе Кирове, да. И на данный момент мы считаем так же, мы бы увидели наших кировских подрядчиков, только которые уже ремонтировали дороги. У нас сейчас будет небольшая пауза, я напомню, что это особое мнение Константина Сичихина, да, уважаемые слушатели, на нашем новом сайте кирова.ру сохранилась форма для того, чтобы вы задавали вопросы, гости особого мнения. Пожалуйста, есть такая возможность, у вас прямо сейчас перерыв. Мы тут и в перерыве с Константином продолжаем обсуждать дорожную тему, вы сказали, будете контролировать в том числе и закупку материалов для дорожных работ. Это же как бы с какой-то точки зрения хорошо, когда выиграют государственные предприятия данные аукционы. Больше доверия? Да не больше доверия, больше публичности, потому что любое предприятие, такое как Гордор Мострой, Виат Автодор, они работают в рамках 44-го и 223-го ФСЗ, да. Все свои закупочные аукционы, так же как на субподряд, либо на закупку материалов, они должны опубликовывать на госзакупках, на открытой площадке, да. Мы сейчас можем спокойно проследить, а закупались материалы. На сегодняшний день, по нашим сведениям, по сведениям именно сайта госзакупок, что ни ГДМ, ни Гордор Мострой, ни Виат Автодор материалов еще не закупили на ремонт дорог. А надо бы уже? Так-то бы, если они аукционы выиграли, то желательно быть с какой-то базой материальной, да. Ну, по крайней мере, вот два аукциона по Гордор Мострой были, они были отменены. Один был в декабре месяце, они выставляли аукцион на закупку материала, того как Кщим, Гави, вот, они почему-то отменили, там, порядка 180 миллионов закупка была. Второй аукцион был в феврале. На 300 с чем-то миллионов они хотели закупить материал Гордор Мострой, но почему-то в феврале этот аукцион тоже отменили. На сегодняшний день, со стороны Гордор Мострой, на публичных площадках данной информации по закупке инертных материалов для производства этого же асфальтобетонной смеси, их нету. Не знаю, когда они собираются закупать и в какие сроки. Есть версии, с чем это может быть связано? Так, тут даже версии-то пока я даже выдвигать-то не могу, я просто не понимаю, почему. Либо они ждут, ну, надеются и верят, что у нас материалы будут для всех, хотя программа БКД, как и в том году, как и в этом году, она по всей Российской Федерации. Во многих, ну, не по всей, но по крайней мере во многих регионах, плюс у нас есть федеральные автодороги, которые строят, да, но карьеров, которые продают инертные материалы специализированные, их не так много, и за ними выстроится очередь. За ними также будет проблема с вагонами, как это было в том году, да. Это же каждый год, год от года это все происходит. Наступает сезон, наступает нехватка инертных материалов, также наступает нехватка подачи вагонов на РЖД. В общем, как у известной подговорки, кто первым стал, того и тапки. Конечно, и кто дешевле закупит материал, понимаете, материал-то начинает дорожать ближе к сезону-то. Это же обычная логика, это экономика. Чем ближе к сезону, тем материал второй станет дороже. И мы понимаем, что, например, Гордор Мострой на сегодняшний день, не закупив материал, например, в декабре по низкой цене, сейчас они будут закупать по цене выше, чем они закупили бы в декабре, например, либо в этом же феврале. Потому что на сегодняшний день сезон начинается, материалы начнут дорожать. Пусть там не в 2, а в 3 раза, да, но по крайней мере на 10, 15, 20 процентов они станут дороже. Удалось сэкономить, сколько, 39 миллионов рублей, да? Ну, 40, грубо там, ну да, около 39 миллионов. Пока неизвестно, куда эти деньги пойдут. Пока, ну, мы сейчас уже диалог начинаем с администрации в плане, куда эти деньги пойдут. Понятно, что они пойдут только на дороги, так как это в рамках безопасной и качественной дороги, программа федеральная, они тратятся только на уличную дорожную сеть, не на тротуары, не куда-то там на газоны, на какие-то другие улицы, именно на доуличную дорожную сеть. Понятно, что это не 100 миллионов, как было в том году, когда мы там смогли отремонтировать улицу Консомольскую, либо еще другие улицы. А изначально не было ее? Да, изначально ее не было, да. И надеюсь, что в этом году там ряд улиц, которые у нас не вошли в список, а как там требуется какое-то капитальное вложение, такие как улица там Пристонская находится, да, там еще часть улиц есть, где требовалось капитальное вложение, да, они не вошли просто в список. Может быть, город отремонтирует там эту же улицу Пристонскую, например, да, на эти 40 миллионов рублей, так как все-таки это у нас продолжение нашей набережной от старого моста, и в планах там, ну, если к юбилею города готовимся, то все равно придется эту набережную реконструировать. Ну, это один из примеров. Это одним из центров. Да, они все-таки с центром, она связана прямо с оврагом, про что сейчас разговор идет, то, что там все-таки либо школа, либо что-то появится когда-нибудь, да, то как бы желательно все равно будет реконструкция улицы Пристонской в продолжение, да, она все равно будет требоваться не в этом году, так в следующем. Ну, это один из примеров, потому что там еще порядка трех-четырех улиц было, которые были не включены, были просто отсеяны по причине капитальных вложений, да, то, может быть, на эти 40 миллионов они будут отремонтированы, какая-то из этих улиц, но они все вместе. Планируете ли вы с коллегами по рабочей группе весной заняться проверкой тех дорог, которые были отремонтированы по программе безопасной и качественной дороги в прошлом году? Конечно, конечно, это будет обязательно. Мы совместно с дирекцией дорожного хозяйства уже об этом обсуждали. Мы, как только дороги у нас, ну, более-менее освободятся от снега, будет более-менее сухо, да, просохнут, потому что сейчас в такую погоду даже ездить нечего, только по той причине, что сегодня мы можем проехать по участку, нет трещины, на следующий день утром, либо днем эта трещина появится, так как климат, ночью холодно, днем тепло, асфальт начинает расходиться. Вот, это надо будет подождать какой-то промежуток времени, когда уже погода устаканится, будет плюсовая температура, будет уже сухо, я думаю, что это где-то конец апреля, уже ближе к концу апреля, мы обязательно сделаем рейд по тем участкам, которые были отремонтированы в 16-м году и в 17-м году, и составим акт общественной проверки и акт дирекции дорожного хозяйства, как заказчика, по тем дефектам, которые будут выявлены. Я слышал, к дороге Киров-Русская есть какие-то уже претензии? Да, к ним, во-первых, да, там есть уже вопросы, граждане уже об этом говорят, я лично сам пока туда не ездил, но есть уже информация, плюс у нас очень много информации на сегодняшний день по больших грузам, которые по этой дороге ездят, потому что порядка двух, говорят, карьеров разрабатываются, песочных в районе Русского, да, и по сути большой грузопоток тяжелого транспорта по данной дороге Киров-Русская на сегодняшний день передвигается каждый день, да, тем самым ухудшают дорожную сеть, тем самым образуется эта же калийность, потому что дорога не рассчитана на грузовики, которые там по 40 тонн везут. Вот этот вопрос мы в ближайшее время, а именно 29 марта на рабочей группе будем поднимать, потому что этот вопрос нужно решать, иначе эти большие грузные автомобили автодорогу Киров-Русского убьют за год. Но там вариантов-то немного. Весовой контроль, у нас законодательством не запрещаются 20-тонные автомобили, пусть надо устанавливать весовой контроль на этой дороге и отслеживать те транспорты, которые идут с перегрузом. То есть возить более мелкими партиями? Ну, более мелкими партиями, более другими машинами, да, как бы, на то и существует законодательство, в котором четко прописано, какой тоннаж должен быть на ось у транспортного средства, да. Чем выше тоннаж, тем дороги страдают. Вот и все. Тут как бы проблема-то она решаемая. Мы не говорим, что надо запретить, надо просто соблюдать законодательство. Но с учетом тех сведений, которые поступают от граждан, которые там живут, на сегодняшний день передвигаются, как бы, много тоннажный, можно так, или как транспорт, загруженный по полной программе. Да, кстати, перегруз, или не перегруз, но все равно большая очень масса, и продавливается проезжая часть, это входит в гарантию все равно все-таки? Тут вопрос, понимаете, он такой двоякий, подрядчик может быть сказать, что это не по его причине. А подрядчик-то, подрядчик мы напомним, была московская компания. Подрядчик это московская компания, о которой еще мы с вами долго будем разговаривать, ее вспоминать только по той причине, что у них еще до сих пор остались 5 километров, на Кирово-Русское, которые не приняты были, да, каким образом они в этом году это доделывать будут, и будут ли они доделывать, это покажет время, потому что на последнюю рабочую группу мы звали этого подрядчика, услышать их мнение, они нас проигнорировали. И по нашим сведениям, что на сегодняшний день в штате сотрудников в этой организации просто-напросто нет, кроме как одного директора и секретаря. Хотелось бы эту информацию, конечно, опровергнуть. Это произошло после того, как уже работа была завершена? Да, это произошло, когда работа была завершена, сезон закончился, и по нашим сведениям всех работников, они просто-напросто уволили. И сейчас, на сегодняшний день, в офисе секретарь, ну и периодически появляется директор. Какими силами они собираются восстанавливать пять километров, покажет время для этого. Мы как раз и звали нового директора, потому что директор, скажу, сменился, сейчас другой директор организации, да. И мы с нового директора писали приглашение, чтобы они пришли на рабочую группу и рассказали нам, какими силами они собираются продолжить те пять километров, которые они не доделали. А там что конкретно-то? Прямо отсутствие асфальта? Там же не приняли пять километров покрытия, которые они должны, по сути, снять и заново уложить. А пять километров тоже не мало. Качество покрытия, верхнее слое, они соответствуют нормативу, да. И вот эти пять километров у них не приняли. Это было как раз в конце сезона 2017 года. Поэтому бывший директор дорожного хозяйства нам тогда обещал, что подрядчик, и подрядчик, как я понял, какое-то там письмо написал, что они эти пять километров заново заменят. В общем, подозрительная какая-то ситуация. Вот по Киров-Ускому мы с вами будем вспоминать еще, наверное, долго. Только по той причине, что это, во-первых, тот показательный, когда подрядчик зашел в Иногородье и ничего не сделал, по сути, сделал, но с горем пополам, нытьем и катанием, можно так сказать, да, с большими-большими вопросами. Во-вторых, кому предъявлять гарантию сейчас непонятно. Ну, он есть, он существует, да. Понятно, что предъявлять надо по гарантийным случаям. А как будет осуществляться дальнейшая работа по этому, ну, того участка, который не отремонтирован. Посмотрим. Где-то впереди. О дорогах можно бесконечно говорить. Давайте пару минут еще пообщаемся. Об этом можно. Стартовавший ямочный ремонт тоже в зоне вашего контроля находится? Ну, так он, я не скажу, что он в таком объеме, в большом стартовал. Как бы мы понимаем, что на сегодняшний день все равно ямочный ремонт надо проводить, так как у нас очень, ну, появилось очень много разбитых участков за зиму, да. И без ремонта... Но это не те дороги, которые... Нет, это не те дороги, да, по БКД. Это именно те дороги, которые не ремонтировались давно, да. И у них есть проблемы. Это как улица Щерца, начиная там от улицы Производственной, в сторону ЖД вокзала, там участок, который не был сделан в сторону улицы Попова, да, там большая ямочность. И сейчас, на сегодняшний день, Дирекция Дорожного хозяйства проводит работы именно по документам, ну, именно по предписаниям ГИБДД. Те ямы, на которых там либо произошла какая-то авария, либо еще что-то, ну, как бы, вот такие случаи устраняет. Понятно, что очень много замечаний по ямочному ремонту, в плане там, в какое погодное условие это все делали, да. Чиновники всегда клянутся, что до минус 10 асфальтобетон можно использовать. Так вот прям робо-ху работ на себе. Так вот мы эту ситуацию изучали еще в 16-м году и пришли к выводу, что, да, с какой-то точки зрения есть технология, по которым там минус 10 нельзя делать, но есть технические условия, которые выдаются на этот же асфальт, проще сказать, да, смесь, при которых минус 10 можно делать, да. И сказать да-нет, ну, извините, делать их все равно надо. Яму надо все равно заделывать. Либо в эту яму въедет кто-то и пострадает чей-то, как говорится, родственник, да. Лучше пусть в минус 10 эту яму сделают, да, но человек не пострадает. Просто вот такая наша позиция на сегодняшний день. Сколько там гарантий на ямочный ремонт? Да нет, там, понимаете, там по контракту когда-то то совсем не писали гарантию, то прописали 6 месяцев. Понятно, что на ямы, ну, а смысл давать гарантию на эти ямы, да. Если сама-то яма, она не выпадет, и она начинает разрушаться по кромке, и дальнейшее разрушение идет уже остального асфальтового покрытия, да, а не именно вот того, который залит. Если он, конечно, залит по технологии. Еще один вопрос задам по этой теме. Я, я припоминаю, что вы активно требовали, да, этой зимой, ну, вернее, уже прошедшей зимой, да, у нас марта на календаре, активно требовали прошедшей зимой, чтобы четкие критерии уборки улиц были установлены. Добились своего? Что там продвинулось? Продвинулась ситуация? Вот смотрите, ситуация на сегодняшний день такая. По поводу содержания уличной дорожной сети. С учетом введения новых требований, где-то ближе к лету будут новые стандарты, и ГОСКИ введутся по требованиям, связанным с содержанием уличной дорожной сети. Это на уровне федерации? Да, на уровне федерации, да. Сейчас как раз в рамках вот этих новых требований прописывается новый регламент правил благоустройства города Кирова. Как раз, если я не ошибаюсь, 5 апреля будет общественное обсуждение, ну, на сайте администрации должна быть эта официальная информация в ближайшее время, наверное, 5 апреля будет общественное обсуждение в 299-м кабинете, да, как раз вот этих новых правил благоустройства города Кирова, где будет четко там прописано, что где снег можно хранить, где нельзя хранить, каким образом это все должно содержаться, да, уличная дорожная сеть. И тем же самым сейчас прописываются новые технические задания по контрактной системе, да. Все вероятнее, что ближе, вот, когда уже зимний сезон пройдет, те рекомендации, которые мы вносили в рамках акта общественного контроля, да, который был отправлен в администрацию, и те рекомендации, которые мы неоднократно обсуждали, надеемся, что они появятся в техническом, в новых технических заданиях по новым контрактам, которые обещают где-то уже ближе к лету заново отторговать. А те контракты, которые на сегодняшний есть, их просто будут расторгать. Константин Сичихин, член регионального штаба ОНФ, член ОПКО, руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом дорог. Середина часа, нужно нам сделать паузу на рекламу, скоро продолжим. Продолжаем наше общение с Константином Сичихином. Тут есть пара сообщений у нас на сайте. Константин абсолютно согласен, пишет Юрий с Константином. В вопросе ограничения конкуренции на аукционах налицо заинтересованность властей в отдачу лотов по дорогам своим предприятиям. Никто не заинтересован в реальной конкуренции и экономии бюджетных средств. Думаю, что такой же ход будет на аукционе на содержание уличной дорожной сети в следующем году. Спасибо, согласен с вами. Ну, как бы с Юрией, вот, нашу точку зрения правильно, что поддерживает, потому что мы с вами видим, у нас одно дело есть политика президента, которая говорит, что надо улучшать конкурентную среду, да, это он и в послании в последнем говорил про это все, что надо малый бизнес и микробизнес развивать, увеличивать количество, да, но почему-то наша администрация городская, тем самым пусть даже прописывает в лотах 15% для отдачи для малого и среднего бизнеса, да, при этом укрупняет лоты и отторговывает под государственное предприятие, да, а в дальнейшем, ну, вот сейчас мы будем и наблюдать, потому что по сути сейчас государственное предприятие вот эти 15%, порядка, там, 100 миллионов рублей, если от 700 брать, да, они должны отторговать на отдельные аукционы под средний и малый бизнес. Ну, как бы, вот мы посмотрим сейчас на сегодняшний день, отторгуют они, не отторгуют, вот чем я и говорю, как бы с какой-то точки зрения, хорошо, что вы говорили государственное предприятие, потому что мы публично можем эту всю информацию посмотреть на публичных сайтах, а с какой-то точки зрения, вот как есть, так и есть. Еще один пользователь нашего сайта, который представился как Игорь Владимирович, О, Игорь Владимирович, интересуется. Константин, вот вы, говорит, целыми сутками следите за дорогами, участвуете во всевозможных совещаниях. Когда же вы успеваете работать и кем вы работаете? Долгая история, да. Нет, конечно, мне не секрет, кем я работаю, я работаю руководителем одного из филиалов, тоже, можно сказать, в кавычках государственного предприятия, да, вот, а целыми сутками, не скажу, в рабочем мы практически, как бы, мы уже научились, когда проверять информацию, каким образом, да, в основном летний сезон у нас, зимний сезон у нас, он такой сезон-то зачище, можно так сказать. Мы просто изучаем проектную документацию, техническую документацию, смотрим по аукционам, и практически в городе-то не бываем, ну, на улицах, да, в полях, проще так сказать, да, а лето, да, лето, это, стараемся, ну, не каждый вечер, но раз, там, раза в два, в три в неделю выезжать. Когда работы уже идут, да? Да, это когда ведутся работы, мы стараемся, конечно, выезжать, стараемся на данный момент, ну, по максимуму, уделять времени не семье, а уделять времени той общественной деятельности, которой занимаемся. Ну, перейдем к смежной теме, остается не так много времени, на днях буквально, да, общественная палата, обсуждал рекомендации Минстроя, я имею в виду. Это рекомендации Минстроя по благоустройству. По благоустройству, да. Это Центр общественного контроля. Центр общественного контроля, в связи с ЖКХ. Давайте про эти рекомендации поговорим, о чем там идет речь? Как сказать, есть рекомендации на сегодняшний день Минстроя в рамках прописанного им постановления. Но там много всего очень, конечно. Там очень много, я просто долго сейчас, мы с вами очень надолго уйдем на сегодняшний момент, если мы будем эти все рекомендации обсуждать, да, мы просто вчера вот как раз обсудили некоторые моменты, связанные с рекомендациями, да, и эти все рекомендации нам послали в администрацию, ну, совместно с администрацией вчера как раз рабочее совещание небольшое было, да, мы это все обсудили и послали, как бы проговорились, чтобы эти все рекомендации были учтены в рамках новых правил благоустройства города Кирова, да, как раз вот это связано с снежными массами, да, то, что там на газонах нельзя, например, сейчас снежную массу выгружать, да, не то, что даже выгружать, хранить хранить, то есть их нужно убирать оттуда, конечно если там огромная масса, конечно, если это огромная масса, которая мешает, да, их, как минимум, нельзя туда уталкивать сейчас на сегодняшний день эти все снежные массы у нас, по сути, с дороги должны просто-напросто сейчас убирать, а не как у нас происходит уталкивают, когда их, да, вот столкнули и оставили, то и гора все больше и больше, а потом дети начинают на этой горке кататься, тем самым там то на дорогу, то еще куда они выкатываются, вот, вот на, вот все эти моменты, как раз я и призываю сейчас 5-го числа, так, 5-го, ну, в ближайшее время прийти в администрацию людей и выслушать на общественном обсуждении как раз узнать про новые правила благоустройства, потому что это очень, там в правилах очень много затрагивается и собственников жилья, как в рамках территории, ну, по поводу уборки территории, да, по поводу размещения снега на территории, там все будет четко в правилах благоустройства прописано, для этого желательно людям прийти, во-первых, послушать, во-вторых, дать свои рекомендации. Накануне еще появилась новость о том, что до 2020 года у нас в областном центре должен появиться новый генеральный план, соответственно, да, как это безумная цифра была, озвучен 15 миллионов рублей только на разработку документации в нашем городе, таких организаций нет, нужно искать где-то. В других городах, вот, насколько нынешний генплан нужно переработать, на ваш взгляд, и что обязательно включить в новый, который на 20 лет будет приниматься? Генплан, его, конечно, надо менять постоянно, желательно не на 20 лет, а каждые 5 лет, да, но одно бы радовало, жили бы мы по этому генплану, ну, просто мы же не живем в рамках генплана, практически город не развивается в рамках генплана, если взять те генпланы, которые были ранее, да, ну, это вот, если бы был грамотный, если бы мы жили в правильном направлении в рамках генерального плана, то мы с вами не увидели эту хаотичную застройку в микро-районе Урванцево, который сейчас там происходит, да, это о чем говорит оно, что мы не живем в рамках генерального плана. Да, город как-то развивается, и он развивается как-то на сегодняшний день, на мой взгляд, как-то хаотично. Захотели, там начали строить, захотели, тут начали строить, да, у нас максимум показатели не хаотичности, это район, который, Солнечный берег и район Чистые пруды, как бы, а все остальные районы, если мы возьмем с вами... Что это вы имеете в виду, на ваш взгляд, комплексное освоение территории? Ну, это не комплексное, это вот как же, комплексное развитие территории города Кирова, да. Комплексное развитие нужны школы, детские сады, это вот как раз все и прописывается в генеральном плане, это все прописывается в генеральном плане, как город будет развиваться, и мы должны жить согласно генеральному плану, и развиваться согласно генеральному плану, да. Если мы начинаем развивать микрорайон, то мы начинаем развивать микрорайон с социальными объектами, а не догонять микрорайон, как сейчас происходит. Сначала построим, жители начинают страдать, а потом начинаем догонять, достраивать школы, садики, больницы пытаться, а потом начинаем вспоминать, что тут и путепровод-то построить, которые строят уже в течение 5 лет и еще какой-то промежуток времени потребуется. И мы постоянно пытаемся инфраструктуру город доделывать. Так же сейчас происходит и Сурванцево, проще сказать. Одно дело, хаотично начали строить непонятно что, кто в лес, кто по дрова, кто хочет панельный, кто хочет кирпичный, кто что. А с другой стороны, сейчас догоняем школу и догнали. Детский садик там с горем пополам построили в свое время. Хотя это района мало. Особенно по детским садикам, если взять Урванцево на сегодняшний день. А медицинские учреждения там есть? Ну, не скажу, не слышал. Честно, не слышал, что там есть медицинские учреждения. Но я думаю, что все равно там какое-нибудь небольшое от поликлиники какое-то медицинское учреждение открыли. Взять это же микроинзина. У нас там в этом микроинзине недавно появились медицинские учреждения. До этого там практически три года не было. Медицинское учреждение. И вот как раз мы постоянно... А генеральный план, он на том и генеральный план. Это говорит, это программа развития города. В каком направлении он развивается, как строится, какие инфраструктурные объекты начинают строительство, да. И что будет. Если, конечно, в новом генеральном плане мы будем жить по генеральному плану, да. Но я думаю, что двадцать лет это много. Двадцать лет делать генеральный план. Самое оптимальное это лет на пять, и через пять лет его менять. Потому что мы двадцатилетками очень трудно жить. У нас за двадцать лет страна как поменялась? Да, конечно, чаще. У нас страна меняется, вы посмотрите, от выборов до выборов, проще сказать, да. Вот. И на сегодняшний день, вот если мы вспомним страну двадцать лет назад, и город Киров, лучше сказать, двадцать лет назад, как он был, как он сейчас стал. Так, если бы мы жили по генеральному плану, который был двадцать лет назад, я думаю, что, ну, маленький, не так бы все развивалось. Еще один, еще один вопрос Максим Андреевич. Не знаю, сможете ли прокомментировать. Можно уточнить, сколько составляет финансирование содержания дорог города от нормативного? То есть, сколько по нормативу надо тратить? А вот правила. Вот понимаете? И какова реальная сумма? Вопрос-то как раз вот в этом нормативе. А как он берется, и откуда он строится, норматив по содержанию, мы про содержание говорим, правильно? Потому что мы не раз задавали администрации вопрос, а сколько денег надо? Сколько денег надо на содержание уличной дорожной сети? Когда-то нам говорили, чтобы было все идеально. Да, чтобы было все идеально, чтобы снег вывозился, чтобы у нас было чисто, чтобы оба была чистая, когда ты приходишь домой. Нам говорили, то два миллиарда, то три миллиарда рублей, то три с половиной миллиарда рублей. Постоянно цифра, она так растет. На год или на зиму? На весь сезон, на год получается. Сейчас, на сегодняшний день, у нас около 400 миллионов, грубо, на содержание уличной дорожной сети. Потому что мы отторговываем сначала на 300 с чем-то, а потом начинаем добивать. Нам там не хватает на снег денег, еще на счет. И то, там по 400 миллионов сумма выходит на содержание. И на данный момент, вот это понимание, нам надо, миллиард, два, три, четыре. Мы говорим, погодите, у нас город, это квадратный метр. Любая улица, любой тротуар, это квадратный метр. Вы скажите, сколько вам денег надо на квадратный метр, чтобы это содержалось согласно ГОСТу, согласно тем нормативам, которые требуются. Да, этот ответ мы не можем получить до сих пор. Вот сейчас мы наблюдаем над городом Ижевском, куда мы ездили с ознакомительной поездкой, где провели огромную работу в семнадцатом году и определили, сколько им денег надо на один квадратный метр, чтобы содержать в нормативе. Вот пройдет сейчас, грубо, зимний сезон, мы посмотрим информационную повестку, которая была в Ижевске, посмотрим, сколько денег было потрачено и попытаемся с местными общественными организациями пообщаться. А в каком состоянии Ижевск? Хватило ли им вот эти, порядка, там, что-то семидесяти рублей на квадратный метр, да, на содержание города Ижевска. Если хватило и если настроение граждан положительное, значит, это надо семьдесят рублей, ну, примерно, говорю, на квадратный метр, да. А мы сейчас, на сегодняшний день, тратим порядка пятидесяти рублей на квадратный метр. Это по подсчетам общественников? Да, это по нашим подсчетам, согласно тех контрактов, которые выставляет администрация, да, мы посчитали, что это порядка около пятидесяти рублей на один квадратный метр на сегодняшний день, да. То, если семьдесят это правильно, то, значит, нам не хватит, нам надо не в четыре раза денег, а всего надо, вот, не хватает двадцать рублей на один квадратный метр. Это не такая колоссальная сумма, это не миллиард рублей, это точно даже... Ну, то есть, примерно, плюс тридцать, там, тридцать... Плюс тридцать, тридцать пять процентов, это к тем суммам, которые надо. Ну, это вот надо сравнивать, это надо считать, надо смотреть. Мы тут, даже, если мы возьмем с вами город Кирово-Чапецк, далеко ходить не надо, мы недавно ездили в Кирово-Чапецк, то там соизмеримо, там сумма по контрактам намного меньше по содержанию, да, но там нет денег на вывозку снега, не выделяют. У нас, почему-то в Кирове выделяют деньги отдельно на вывозку снега, а у них подход в Кирово-Чапецке маленько другой. Вот есть квадратный метр, там, грубо, тридцать рублей за квадратный метр, да, вот, извините, подрядчик, если ты выиграл контракт, ты должен за эти 30 рублей содержать этот квадратный метр согласно нормативу и всем требованиям. И чистить, и вывозить, и убирать, и посыпать, и все делать. И мы с тебя попросим, чтобы этот квадратный метр был по нормативу. Но Чапецк, это не другая планета, это территория, которая находится в Кировской области. И на сегодняшний день, да, там тоже есть проблемы, потому что там финансирование, конечно, там намного меньше, чем в Кирове, да, но подрядчики там снег вывозят с квадратного метра, им заполнительно за это не платят, а в Кирове поведено сплотить. Вот такое дорожное мнение получилось Константина Сичехина, на этом завершаем нашу беседу. Всего доброго, спасибо. Спасибо большое.